Друзья, всем большой привет! И сегодня мы поговорим о трендах на 2024 год. Не так давно я снимала два ролика на тему весенних трендов, поэтому если вам интересно или вы интересуетесь модой, все ссылки будут в описании. Первый тренд, о котором мы поговорим, это роза. Сегодня помимо фотографий и картинок, которые я буду прикреплять к этому ролику, я также хочу показать что-то на своих примерах. И у меня есть жакет с брошами в виде роз. Это очень эффектно и интересно смотрится, и вообще весь год у нас с вами будет направлен на проявление женственности, на проявление каких-то вот таких маленьких деталей. В образе принт может быть маленький, четкий, либо это могут быть большие размытые абстракции, либо намеки на какой-то цветущий сад на вашей футболке или топе. Если вы хотите поэкспериментировать, просто купите вот такие маленькие броши в виде цветов, и на ютюбе даже есть ролики, как сделать такие цветочки самостоятельно. Давайте обсудим цветовую гамму на 2024 год. И на показах у дизайнеров преимущественно встречалось очень много пастельных цветов. Таких, как, например, голубой, лавандовый, розовый, который сейчас назвали Millennial Pink, и красный цвет. Кстати, обратите внимание, что розовый цвет прекрасно сочетается с красным. Это очень интересное сочетание, которое на улицах встречается редко, но всегда, когда глаз его встречает, это очень красиво. И также к этим цветам можно добавить бежевый цвет, например, бежевые брюки, розовая блуза и красная брошь в виде цветка того же, либо добавьте красную сумку. Следующий тренд, и точнее направление, которое будет также у нас с вами продолжаться в течение этого года, это girly mood, girly core. В общем, их называют абсолютно по-разному. Давайте скажем по-русски. Это такие девчачьи штучки и девчачий стиль. Это бантики, ленточки, цветочки, брошки. Те же самые розочки, о которых мы с вами говорили. Те, кто интересуется модой или сидит в соцсетях, я думаю, вы видели. Было очень много таких вещей, как балет-кор, mermaid-кор, это значит балетная тематика, русалочья тематика. Это очень феминные, очень женственные вещи, которые были просто на пике популярности. И сейчас, на самом деле, они не сбавляют обороты. И в этом году мы смело все это объединяем в девчачий стиль. И в целом подчеркиваем свою женственность и не стесняемся ее проявлять и показывать. Следующее большое направление, о котором мы очень много говорили в предыдущем году, и которое очень многих, я думаю, уже успела просто достать. Это old money и классический стиль. Давайте немножко разбавим концентрацию четкого old money, который мы видели на разворотах журналах, на разворотах каталогов Ralph Lauren и так далее. Мы с вами поговорим в целом о том, как меняется мода в этом году. И то, что от ярких эксцентричных образов многие бренды приходят к классике, к минимализму, к лаконичности. Даже не столько это минимализм, сколько именно возвращение к классике, возвращение к вечному. Такие вещи действительно не выходят из моды. Они идут практически всем. Самое главное здесь не потерять себя и свою идентичность. Поэтому даже если вы полностью одеты в строгий костюм, в классический образ, добавьте что-то к своему образу в виде маленькой детали, в виде сумочки, в виде интересной прически, макияжа, какой-нибудь интересной помады. То, что именно вас будет отражать. И таким образом вы сделаете этот образ уникальным. Осенью уже прошлого года я снимала вот этот ролик на тему Ултмани. Он получился очень интересным, насыщенным. Поэтому если вы интересуетесь этой темой или хотите отвлечься-развлечься, я рекомендую его к просмотру. Также в этом году стали очень популярны костюмы и различные комплекты. Это может быть костюмная ткань, о которой мы с вами поговорили чуть ранее. Трикотажные юбки, трикотажные топы. Это могут быть топы кроше, и из такой же ткани может быть выполнена юбка, и это будет актуально в летний сезон. Это могут быть шифоновые, сатиновые, летящие ткани. Но самое главное, чтобы верх и низ были из одной ткани и из одного собственного комплекта. Такого было на удивление очень много. И самое классное здесь, что вам не нужно думать, что надеть сверху, что надеть снизу. Вы надеваете готовый комплект, если особенно торопитесь на работу, на встречу, на какой-то день рождения. Здесь можно подобрать вещи абсолютно на любое событие, и по-моему это действительно очень классный прием. Следующий тренд, который я очень сильно люблю, и который в этом году не сбавляет оборотов, он только растет. Это тренд на Preppy Style. Preppy Style, как обычно, он будет набирать обороты ближе к осени. И уже сейчас можно выбирать какие-то образы и какие-то комплекты. Здесь стоит отметить важную вещь. Если вот еще год-два года назад Preppy Style, он был такой, прямо-таки скажем, как из кино. Он был очень, даже немножко маскарадный, возможно, полностью твитовый, например, костюм. Какие-то специальные туфли, делали прическу, макияжка, который соответствует этой стилистике. И не поймите меня неправильно, я очень люблю этот стиль. И сама я так одевалась очень долгое время и в таком образе записывала для вас ролики. Но в этом году как раз он уходит излишней перегруженности и немножко упрощается. То есть, если на вас черное длинное платье, вы можете просто добавить носочки и надеть флоферы. Можно присмотреться к элементам стиля. Давайте теперь поговорим о силуэйте. Опять же, несколько лет назад мы все носили оверсайз. Большинство брендов на показах представляли огромные худи, пальто. Вот все у нас было на 5 размеров больше, чем мы есть на самом деле. И как вы заметили, в последние сезоны у нас появляются корсеты, у нас появляется талия. У нас появляется такая женственная, феминная фигура. Вот просто, ну, красота. И да, подчеркнутая талия это один из трендов сезона. Сейчас это возвращение к истокам, что называется, возвращение к женственности. И здесь я опять же хочу подчеркнуть. Вас никто не заставляет это носить. Носите то, что вам нравится и то, что вам откликается. Но если вы девочка-девочка, если вам нравятся такие вещи, как подчеркнутая талия, корсеты и силуэты, я думаю, в этом году вы должны вдоволь закупиться теми вещами, которые идеально вам подойдут. Потому что бренды будут очень много их шить, и уже магазины просто заполнены. Кстати, я снимала шоппинг-влог, где мы тоже с вами смотрели, примеряли. Я примеряла платье, очень такое женственное, кружевное. Я примеряла всякие пальто. Обязательно заходите, смотрите, если вам интересна мода. И как раз-таки всякие девчачьи штучки. Следующий тренд, о котором мы уже с вами говорили, но я не могу его не упомянуть здесь, это огромные сумки. Я думаю, что вы слышали уже из каждого утюга об этом, но, опять же, не могу об этом не сказать. И в этом году огромное количество брендов представило классные модели, поэтому обратите внимание на это, если вам в обычной жизни необходима такая сумка в рутине, в работе и так далее. И сюда я хочу также упомянуть вариант стилизации, который вы можете сделать с этими огромными сумками. Не обязательно с огромными, они могут быть и маленькие. Это украшения сумок, о котором мы тоже с вами говорили. Это ленточки, бантики, цепочки, бусики. Я вам покажу примеры на экране, и я думаю, что кого-то точно это вдохновит на интересный вариант стилизации своей любимой сумочки. Следующий пункт, это пересбор базового гардероба. Я бы назвала его так, сейчас объясню, о чем вообще речь. Сейчас стал очень популярен стиль Кэролин Бессетт Кеннеди. Я думаю, что вы точно видели подобные фотографии. И сейчас я выведу их на экран. У нас меняется базовый гардероб. То есть от самых обычных простых вещей, на первый взгляд, мы переходим к таким же простым обычным вещам, но с небольшой изюминкой. И у каждого эта изюминка будет своя. То есть мы адаптируем базовый гардероб, но делаем его уникальным для самого себя. Я планирую снять ролик про базовый гардероб. И скорее всего я буду снимать его в этом году, вот в таком ключе, чтобы нам с вами посмотреть на новые вещи и посмотреть на гардероб с новой стороны. Потому что я уже снимала подобные ролики. И согласитесь, из сезона в сезон, это в целом плюс-минус одно и то же. И обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И заходите через пару недель, видео будет уже на канале. Например, у меня есть классическая базовая рубашка, вот в такую полосочку. Представьте, что она еще более обычная, потому что это Ральф Лорен, и у нее очень интересная ткань. Она действительно классно сидит. И обычно базовые рубашки, они идут более оверсайзные. Ну, представим, что это оверсайз, голубая простая рубашка из хлопка. И если мы говорим уже о новом гардеробе и о новой базе, я бы выбрала себе как раз-таки рубашку с интересной отделкой, с интересными манжетами. Хотя это та же самая базовая рубашка. И в этом как раз есть большая разница. Если мы говорим о классическом черном лонгсливе, самым обычном, который я здесь выведу на экран, он есть у всех в гардеробе, к примеру, в базовом гардеробе. Но если мы собираем базу под новый стиль, под себя, я бы для себя лично, например, выбрала уже полупрозрачную ткань. И если мы берем теперь эти вещи, они уже отличаются от классического базового гардероба. Например, вместо полупрозрачного лонгслива вы могли бы взять лонгслив или кофточку с открытыми плечами. И так далее. И здесь как раз я хочу показать вам идеальное меховое пальто, которое впишется в наш с вами новый базовый гардероб. Я опять же подчеркну, что заходите через пару недель на канал, будет большой ролик на эту тему. И я постараюсь показать вам как раз с примерами, как это можно сделать, как можно собрать эту новую базу. Это меховое пальто с английским воротником. И в нашем случае оно как раз будет заменять классическое шерстяное пальто. Я опять же подчеркну, что оно прекрасно подойдет на деми сезон, на весну. И оно очень-очень красивое. Это пальто от бренда Only Me. Сразу напоминаю про свой промокод Валуева. И отдельно хочу отметить фактуру ткани, которая цепляет взгляд и поможет нам с вами выделиться из толпы. Оно действительно очень красивое, очень нежное. И его можно вписать абсолютно в разные стили. У вас может быть классика и олдмания, о которой мы говорили чуть ранее. У вас может быть более минималистичный и лаконичный стиль, куда оно тоже прекрасно впишется. Вы можете также поиграть в спортшик, потому что, как я уже сказала в начале, это базовая вещь из базового гардероба, но она очень красиво оформлена. И обязательно заходите знакомиться с новинками. Кстати, это пальто представлено также в разных цветах, в разных вариантах. Я думаю, что у каждой найдет что-нибудь для себя интересное. Следующее, о чем мы поговорим, это возвращение капри, китенхиллс, баска. И что там у нас еще было? Это майки с вытянутыми такими вырезами. Если мы говорим про капри, это достаточно сложный элемент гардероба, потому что, вот, например, я покажу фотографию Джи Джи Хадид, которая была в джинсовых капри. На ней они прекрасно сидят, у нее тонкие стройные ноги, и смотрится это очень красиво. И из-за строения тела это может не всем подходить, поэтому будьте с этим трендом аккуратны. Но, кстати, даже если вспомнить секс в большом городе, очень часто показывали Кэрри, когда она была в капри, и, например, на тех же самых китенхиллс, или просто на босоножках на каблуке. Если мы говорим о китенхиллс, это туфли на небольшом каблуке, и это прекрасный инструмент любой девушки. Если вы хотите весь вечер ходить на каблуках, выглядеть красиво, женственно, надевайте туфли с маленьким каблуком. Подберите хорошую колодку, чтобы вам было удобно, и вы при всем удобстве не утратите эту женственность и привлекательность. Здесь не обязательно изощряться. Вы можете купить просто черные лодочки, закрытые, с маленьким каблучком. Этого уже будет более чем достаточно, и они спасут вас в любой ситуации. Давайте скажем также про баску. Например, я показывала вам жакет от All We Need. Снизу он расклешается, и как раз он напоминает баску. Также баска выступает в качестве отдельного аксессуара, отдельного элемента в вашем образе. Это тоже можно взять на заметку. Я тоже в разных брендах видела либо пояса, либо баски, либо вот такие подобные штучки. И, кстати говоря, ремни и пояса тоже на пике популярности. Это могут быть широкие, узенькие. Это может быть какой-то, не знаю, пояс а-ля от халата. Но я думаю, что на этот элемент стоит точно обратить всем внимание. Я вообще не понимаю, почему когда-то люди перестали носить ремни. Это действительно классный аксессуар, который подчеркивает образ, который расставляет правильные акценты, который делает ноги длиннее, если у вас правильная посадка брюк. И это, по-моему, прекрасно. И как раз давайте затронем здесь тему посадки и переосмысления пропорций дизайнерами. В этом году к нам возвращается высокая посадка. Но это не значит, что вы должны носить брюки с высокой посадкой, если вам это не подходит по фигуре. Между трендом и вещью, которая хорошо на вас сидит, всегда выбирайте вещь, которая хорошо на вас сидит. Даже если она не трендовая, она всегда выиграет, нежели та трендовая вещь, которая вас будет портить. В целом, если вообще посмотреть на все, о чем мы с вами чуть ранее сказали, это талия, баска, ремни, ремни на талии, высокая посадка. То есть в женских коллекциях все сделано для того, чтобы мы могли как-то вот себя почувствовать вновь и женщинами, более женственными и так далее. Сияние, металлик, драгоценные камни. Все, что с этим связано, это максимальный тренд. У Tom Ford были представлены золотые костюмы, у Blue Marine, у еще очень многих брендов. Также это аксессуары, сумки, обувь, заколки. Здесь вообще чего только нет. И как мы уже обсуждали о весенних трендах, я приводила там подборку с золотыми сумками. Если вам интересно, можете посмотреть. Сумка не обязательно должна быть золотой, но вот весной будет особо актуальна именно золотая тематика. Вы можете выбрать любой цвет металла, который вам нравится, который вам понравится по фасону, подойдет по бюджету. И знайте, что такие сумочки впишутся практически в любой образ, хотя с первого взгляда они кажутся какими-то сложными и непонятными. Напишите, какой тренд понравился вам больше всего, что бы вы хотели попробовать в этом году. И в целом я вот хочу в этом году пожелать всем качественных вещей, действительно, которые будут вам долго служить. И тех вещей, которые отражают ваш стиль. Давайте сделаем на этом акцент, а не на том, кто больше брендовых вещей скупит. Мне кажется, это супер важно именно сейчас. Потому что мы ушли от логомании, мы ушли от всех этих громких высказываний в виде брендов и цен, и этикеточек, которые на них висят. И приходим все-таки к какой-то индивидуальности. Я очень, по крайней мере, на это надеюсь. И хочу пожелать именно такого модного развития событий. Я вас всех очень сильно люблю. Скоро увидимся в новых роликах. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok